Не всех устраивает обычная трехдверная Нива, и для таких людей вас может предложить пятидверный вариант, так называемый крокодил, который представляет собой удлиненную копию обычной Нивы, без каких-либо изменений. Наконец-то решена проблема места в салоне. В пятидверную Ниву уже можно что-то положить и перевести. Как следствие, проблемы с проходимостью. Тут каждый должен понимать, что длинный автомобиль куда легче посадить на днище. Для того, чтобы минимизировать риск, владельцы, которые часто бывают на бездорожье, лифтуют и тюнигуют свои пятидверные Нивы. И, как всегда, качество Нивы оставляет желать лучшего, и проблемы длинной Нивы совершенно аналогичны обычной трехдверке. Проблем много, но люди это прощают, ибо подобного внедорожника нет. Не знаю насчет европейских авто, ибо в моем регионе их крайне мало, но у нас большой популярностью пользуются японцы. И те, кому нужен пятидверный внедорожник, но нет много денег, смотрят в сторону очень надежного проходимого японца. Да, я снова про праворульный автомобиль. И этот внедорожник, Toyota Surve. Сразу скажу, что я не агитирую за этот автомобиль и никого не заставляю его покупать. Это просто сравнение, и больше даже мое мнение об этом автомобиле. Если вам нравится Нивы, без проблем, покупайте Ниву. Я буду говорить о втором и третьем поколении Surve. Это японский довольно старый внедорожник, который, кажется, вообще не стареет. Он из тех самых японцев 90-х, который сделан, как говорится, на века. Я не преувеличиваю, у меня в городе катаются 30-летние сурфы и по состоянию они легко заткнут за пояс куда более свежую Ниву или там УАЗ Патриот, например. Выпускался он как в трехдверном варианте, так и в пятидверном. А вообще сурф изначально был пикапом. У него предусмотрено приключение с заднего на полный привод, хороший клиренс и несколько двигателей на выбор, которые удовлетворяют любые запросы. Он по праву считается внедорожником с огромным запасом прочности. Самый распространенный двигатель на этом внедорожнике это инжекторный бензиновый 3WZE. Крайне надежный 6-цилиндровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Нива уже курит в сторонке. Да, я знаю, что вы не любите, когда я так говорю. Но есть и другой двигатель. Он скромнее, 2 литра и 97 лошадок. Можно найти и с дизельными двигателями 2LT и 2LTE, которые имеют объем 2,4 литра. Мощность 94 и 97 лошадиных сил соответственно. А есть и один KZT, 3 литра, мощность 130 лошадиных сил. Этот двигатель считается одним из самых надежных. Ниве о таком только мечтать, да я снова вас троллю. Поскольку это японские авто 90-х, то в нем есть велюровый или кожаный салон, полный электропакет, электрозеркала, электролюк, кондиционер, две печки. Встречается круиз-контроль, пятая дверь со стеклоподъемником, аудиосистемы, гидроусилитель и руля. Передняя подвеска проста. Два рычага с торсионом, а задняя пружинная зависимая. Подвеска очень крепкая и простая, с ней проблем нет, но она грубовата. Она именно для плохих дорог и только там можно ощутить все ее достоинства. Клиренс 21 см. Резина 260 на 70. На 15 дюймовых дисках не оставляют вопросов о предназначении авто. Привод у него задний, жестко подключаемым передним. Осуществляется это по-разному, зависит от исполнения. Друзья, уделите минутку вашего внимания. Я хочу порекомендовать вам хороший канал моего знакомого. Он называется путешествие в одиночку. Он занимается тем, что выезжает на природу на 24 часа на своем, довольно редком японском автомобиле и показывает вам свой быт на природе. Автор канала не произносит ни слова. Вы являетесь как бы молчаливым свидетелем происходящего. Вы будто вместе с ним совершаете эти короткие путешествия. Сделайте мне небольшое одолжение, загляните к нему на канал. Ссылочка будет внизу. Необычные места, красивая природа и просто интересное времяпрепровождение. Канал новый и ему будет очень приятно, если вы подпишитесь на него. Не забывайте подписываться и на мой канал тоже. А теперь возвращаемся к моему видео. Коробка автомат или механика? Ни с тем ни с другим особых проблем нет. Я имел дело с этим авто. Помогал такой покупать и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть его внимательно. Мне сразу же на ум пришла Нива, потому что ощущения схожи. Посадка в Ниве такая же, как на любых Жигулях. С Сурфом тоже самое. Когда я в него сел, то было полное ощущение, что я нахожусь в легковом автомобиле. С той лишь разницей, что Сурф сильно выше. То есть взяли универсал и посадили на раму. Необычное ощущение. Не знаю, правильно ли сравнивать его с Нивой, ибо Сурф рамный. Но у нас их берут именно как замену пятидверной Нивы и не жалеют. Рулится он точно лучше. В стандарте проходимость просто сумасшедшая. Комфорт тоже не сравнить с Нивой, даже близко. Обслуживание проблем нет по цене и доступности запчастей. Но это у нас в Сибири. За 400 есть хорошие доработанные внедорожники. Это будут автомобили 1989-1994 годов. Хоть Сурф и надежен, но смотреть при покупке нужно внимательно. Выжатых тоже много. Правда цены могут немножко не соответствовать на тот момент, когда вы смотрите это видео, потому что цены скачут как хотят. Я скорее не сравниваю с Нивой, а просто хотел рассказать о таком надежном и хорошем внедорожнике. Выглядит отлично и едет шикарно. Не смотрите на год выпуска. В случае Сурф он не имеет значения. Главное это состояние автомобиля. Третье поколение. Если позволяют финансы, то вместо например новой пятидверной Нивы можно взять Сурф третьего поколения. Стоить он будет 700-900 тысяч рублей. Это будут 96-2000 годы. Сурф третьего поколения не хуже второго, но свежее и выглядит более современно. Такая же простая подвеска и двигателя.